11 сентября, башни Близнецы, да, колоссальное количество жертв, но методология это та же самая, но посмотрите, Москва-Сити. Когда вас возьмут за ***, вас за этой *** поставьте на бутылку. Всего гончаренко. Ну да, но тем не менее. Слышь ты, в *** трусливый, а что ты не на фронте? Друзья, всем привет из Лимана, Донецкая область, до линии фронта 10 километров. Если будете слышать хлопки, ну то это не хлопки. Здесь, кстати, работал гончаренко-центр, пока сюда не пришел русский мир и не уничтожил весь этот город. Мы его освободили, и сейчас сражения идут прямо тут вот совсем рядом. Ну а мы сейчас с вами поговорим о том, как Мария Захарова перепела боярышника очень сильно и рассказывает, что атаки по Москва-Сити это просто 11 сентября, друзья. Вот так вот, не больше и не меньше. 11 сентября, и в общем, ну боярышник, похоже, был очень крепкий. Ну а Соловьев, ***, меня вызывает встретиться на фронте. ***, я тут, вот фронт, ты где? В студии? Продолжаешь рассказывать в своем бесконтактном стиле? Борьба языком? Давай сюда, ***, Соловьиная. Жду тебя. В общем, друзья, сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Вы знаете, например, вы видите, как... Вот, слышите. И вы видите, как бесит их Алексей Гончаренко и наш с вами YouTube, и наши с вами соцсети. Значит, мы с вами делаем все правильно. Значит, нужно больше работать и продвигать наше видео. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. Канал, который, как вы видите, смотрит и ненавидит Соловьев, Скобеева и прочее. Прямо под описанием к видео кнопка. Если она черная, значит, вы еще не подписаны. Нажмите на нее. Есть. Вторая кнопка лайк, палец вверх. Нажмите на нее, чтобы YouTube это видео продвигал. Итак, друзья, Москва-Сити. Это очень важно. Значит, ну, Захарова реально упилась от боярышника, алкосекретарь. И говорит, это же просто 11 сентября теракты. Представляете, вот этот удар по Москве-Сити, так это просто как по башням-близнецам. Ну, знаете, сам бы не услышал, не поверил. Послушайте, что она несет. Если вы посмотрите мировые теракты, а мы можем с вами их назвать несколько различного масштаба. Мы сейчас не про масштаб говорим, не про количество жертв, не про уровень разрушений. Мы сейчас говорим про формат, про методику. Которое используется. Вы увидите, что все это в том же самом стиле исполняет Зеленский его режим. Давайте пример. Не единичный уже, а масштабный. 9-11, как говорят американцы. Соответственно, 11 сентября. Башни-близнецы. Да, колоссальное количество жертв. Но методология это та же самая. Но посмотрите, Москва-Сити, гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но там находятся и жилые помещения. Большое количество жилых квартир, жилых площадь, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется. Ну и знаете, говорит, вот там же есть еще и гражданские объекты. Да вы что? Да вы бьете по гражданским объектам? Да вы вот этот город Лиман уничтожили весь. Это был полностью гражданский город. Вы все стерли. А по кривому рогу сейчас кто ударил? Не по гражданству? Ну, это же... И они еще что-то рассказывают. Тут же Соловьев подключается и говорит, как же так, это же теракт. Да что ты, да что ты, послушайте. Режим не способен ни на что, кроме актов террора. Придума, что интересно, что вот такие абсолютно двойные стандарты. Ну, давайте себе представим, что сейчас беспилотники раз за разом влетали бы, ну, скажем, в здание, где находятся государственные случаи Соединенных Штатов Америки. Ну, все бы сказали, что это террор, правильно? При этом в этот момент была бы, скажем, война в Афганистане, в Ираке, в Сирии. Друзья, а почему их так плющат? Да потому что Москва-Сити, это уже как Рублевка. Это уже сердце этой всей шоблы, этой шайки. Потому что Москва-Сити, это как остров благополучия. Это то, к чему стремились россияне. Так, значит, чтобы жить в Москва-Сити и жить на Рублевке. И работать в Москва-Сити, куда все стремились переехать, хоть тушкой, хоть чучелом. И тут поэтому Москва-Сити методично прилетает, прилетает, прилетает. И вот эти хозяева жизни, которые думали, что они кинут зэков умирать в Украину, каких-то еще кому им наплевать, там, каких-то, знаете, из отдаленных деревень. Теперь они почувствовали, что все это летит к ним. И очень заволновались. Посмотрите, очень смешное видео, как одна такая рассказывает. У нас паники нет, у нас паники нет. Ну, только мы валим в Кемерово, то есть из Москвы в Сибирь. Но паники нет, посмотрите. Любимые мои, всем привет. Отдельная благодарность тем, кто волнуется и переживает. Я захожу в директ, я просто в шоке. Я вижу, как вы искренне от всего сердца пишете, Настя, господи, как там. Ребята, записывайте сторис, чтобы сказать, что у нас все хорошо. Я не любительница разведить каких-то демагогий, каких-то паник. Я, наоборот, всегда как бы за то, чтобы поддерживать друг друга и так далее. Я просто держу вас в курсе, что у нас вот так. И уже ни для кого не секрет к этому часу, что в Сити уже второй раз такая фигня. Мы приняли решение улететь отсюда. Так будет спокойнее для нас, для нашего состояния. В нашем соседском чате тоже никакой паники нет сейчас. Все спокойно, никаких истерик. Кто-то собирается уезжать, кто-то остается. Ну, как бы у нас вот так. Про наше состояние, если говорить сейчас, мы тоже вообще не паникуем. Просто спокойно взяли билеты и улетаем. Ну, так будет лучше. Вот такие новости к этому часу. Ну, в общем, паники нет. Хорошей дороги в Кемерово, там и свидетель. Ну, пока еще до Кемерово не долетает. Пока. В общем, вы поняли. Идемте дальше, друзья. И после Москвы в Крым. Там тоже прилетели беспилотники в районе Каракобы. В общем, хорошо взрывалось. Посмотрите. Мы силийся, я вам взялся. Ну, и были же атаки по Черноморскому флоту. Они рассказывали, что, значит, все надводные беспилотники уничтожены. Потерь нет. Правда, потом появились перехваты, что потери есть. Есть и раненый, и погибший. А, значит, все-таки куда-то доехали беспилотники. Ну, и теперь в своем пропаганда ТВ они рассказывают, как надо ограждение. Оказывается, надо строить ограждение. Дошло вокруг кораблей, вокруг Римского моста. Говорят, вот американцы так делают, а они тупые. Ну, вы действительно тупые. Послушайте. В связи с этим, хочу сказать, у тебя на канале были фото. Норфолка или чего там, военно-морской базы США. Внутри самой защищенной, одной из самых защищенных морских баз в мире, каждый корабль отдельно обнесен боновыми заграждениями. Но американцы тупые, а мы-то умные. Поэтому до нас дошло после второй атаки только, что надо бы поставить заграждение через... В общем, эта тема их очень плющит. Ну, и вообще тема портов и Черного моря, конечно, очень болезненная. Мы видим это по атакам на Одессу. И сейчас их плющит от того, что они же там пытаются полностью остановить зерновой экспорт Украины. Ну, и вот они рассуждают о том, что осталась еще дырка, дырка на Дунае. И предатель подонок Марков там стоит, выступает, говорит, и ту дырку забейте. Ну, то есть, говорит, убейте моих соотечественников, убейте. Какие ***. Послушайте. Да, которую лес уже блокировали порты, надо забивать эту дырку. Там паромная переправа. Я думаю, военные знают, так сказать, надо уже... Если начали, надо все доводить до конца. Иначе, иначе, это будет просто воспрежда, как очередная просто бессмысленная бомбардировка. Ну, и они, да, там тут же ему вторит Соловьев, что сейчас банковую разнесем. Порт Одессы уже не существует. И сейчас мы еще... Чтобы не было куда заходить кораблям. Чего такая истерика? Ну, уже израильское судно одно зашло туда, на Дунай, за зерном. За ним идут Греция и Турция корабли. И их так плющит, что Соловьев кричит. Пусть эти корабли даже никуда не идут, мы все уничтожим, посмотрите. Чтобы ни одного здания там не было. И не надо говорить, ну вот, зачем, они только этого и ждут, ну пусть дождутся. Не было, чтобы ничего. Чтобы правительственный квартал в Киеве не существовал. Как не существует порт Одессы. Что значит, три корабля пытаются тихо бочком-рачком через территориальные воды Румынии зайти? Да некуда должно быть этим кораблем заходить. Ну и они действительно атакуют Измаил и порты, вот, начиная атака шахедами, гражданскую инфраструктуру и террористов. Посмотрите, почему они бьют. По элеваторам с зерном, по порту. Знаете, даже во времена Второй мировой войны, даже Гитлер, в общем-то, по еде не бил. Но эти безумцы, ну они просто, ну просто, ну нелюди. И иначе это назвать нельзя. Кстати, Измаил, по которому они так сейчас радостно бьют, это город, единственный город в Украине, в котором, по данным переписи, официально русские, этнические русские составляли большинство. Единственный в Украине. Ну там про то, что кто взял Измаил, да, помните, это там, как они бегали с этим. Теперь даже уничтожают его и кричат, правильно, так и надо. Ну просто, ну просто, ну просто. И, ну, ну слов нет, вызывают, конечно, они только брезгливость. Ну и этот, Соловьев тут же вспоминает меня. Да, все, я ему не даю покоя. И говорит, где он, где, почему, значит, мол, хочу встретить его на фронте. Я тут. Вот фронт в 10 километрах. Город Лиман, освобожденный от таких, как ты, от вашего русского мира. Значит, но фронт очень близко. Встречаемся. Мастер бесконтактного боя языком. Соловьиный помет. Давай, где ты? Я тебя звал уже, когда в Киеву ты рассказывал, что будешь рваться. Тогда тебя встречал, когда был в терробороне киевской. Все, никак тебя дождаться не могу. В общем, посмотрите на его истерику. Ну да, но тем не менее, слух. Кстати, почему, слышь ты, трусливый, а что ты не на фронте? Ты что не на фронте? Забыл, как тебе по морде в Крыму вломили? Как тебе головенка-то тряслась? Забыл? Приезжал ко мне на дачу в Италию, меня пытался найти. На фронте меня найди, трусливый. Ну а истерика, потому что все, они и ракетами бомбят, и все, а результат они могут добиться. Вот даже их такой, там у них есть разведос. И этот разведос рассказывает, говорит, что мы уже израсходовали к прошлому июню, то есть за первые сколько там, 4-5 месяцев вторжения, израсходовали больше ракет, чем США за всю историю своих войн. Посмотрите. Я скажу, я скажу. Давай, ладно. Прошлый, к прошлому июню, к прошлому июню, мы использовали крылатых, баллистических и прочих умных ракет больше, чем США за все время всех войн. Ребят, ну вы уникальные, иначе, конечно, назвать нельзя. Знаете, итог всего этого видео от того же разведоса. Он прямо вот как про россиян говорит, вот то, какое у них будет будущее. Послушайте. Понимаете, что когда вас возьмут за жопу, вас за этой жопой посадят на бутылку. В буквальном смысле слова. Друзья, вот такая история. Держим строй, все будет в порядке. Всем привет из Лимана. Я привез сюда автомобиль, один из тех автомобилей, на который собирали мы с вами. Спасибо всем, кто помогал, донатил. И уже передал нашим казакам, которые здесь ставят на место орках. Это наш украинский Донбасс. Тут працював Гончаренко-центр. Еще будет працювать. И тут наши казаки, які ломлять оркам так, как треба. Перемога будет за нами. Слава Украине. Тримаем острый.